Дорогие друзья, вы смотрите новогоднюю спецпрограмму СИЧТ на русском, китайский Новый год глазами русскоговорящих. С вами Чао Син. Сегодня мы очень рады пригласить певицу из России Екатерину Арчакову. Приветствуем. Здравствуйте, меня зовут Арчакова Екатерина, я из России. В Пекине я уже 7 лет, у меня есть группа, с которой мы выступаем. Мы только что послушали вашу песню на китайском языке. Как вы так хорошо говорите по-китайски? Можно с нами потереться секретами его изучения? Китайский я с самого начала учила так же, очень серьезно к этому относилась. И все учила с пенина, то есть начала со звуков, потом тона начала учить, то есть там а, 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 а. Потом слоги, то есть там ба-ба-пу. Потом потихоньку уже слова. То есть я по 8 часов в день занималась очень усиленно. Мне снились иероглифы, я всегда писала. И потом у меня песни уже я начала учить. Я знала, что через песни я лучше запоминаю слова новые. А вы пели в каких-то городах Китая? Или только в Пекине выступаете сейчас? Мы так же выступаем в Шанхай, в Гуанчжоу, Чиндао. Вы умеете петь песню на кантонском? Да, я могу петь несколько песен на кантонском. Больше всего мои друзья любят песню Сихуани. Сихуани. То есть по-кантонски это как сказать... Хейфул ней. Хейфул ней. Хейфул ней. Насванган донян. Силсанган майян. Юн зой хо. Хейфул ней. Насванган донян. Машу смонгвай. Синдзо дик. Нэгон вон. Я так не хотела вас остановить. Спасибо вам за песню. Сейчас в Китае отмечают праздник весны, вы же знаете. Какие-нибудь традиции или обычаи на вас оставила? Очень глупого впечатления. Мне, во-первых, запоминается больше всего, что это праздник очень длинный такой. 15 дней у вас это все длится. Но это очень хорошо, потому что, мне кажется, вы таким образом с семьей как-то сближаетесь. Едете домой, в гости. Что еще запомнилось? Хлопушки. То, что у вас весь день, весь вечер, по-моему, они очень сильно. Потому что вы так... Раньше я не знала, но это получается, как отпугиваете духов, то есть этим звуком громким. И настолько, что даже спать невозможно. То есть до утра идет везде, ну, по Пекину. Потом, ну, естественно, все... По-моему, еще лепите пельмени, да? Ну, да. С семьей. Вот это тоже интересно. И еще есть дракон красный, который тоже отпугивает духов. Сначала я тоже не понимала, почему, откуда, почему красный дракон. Оказывается, у вас есть такое... Вы верите в то, что каждый год, то есть вот есть такой зверь, как-то он называется? Нет? Да-да-да. Он приходит домой, во все дома он заходит, и может, если вы ему не накрыли хороший стол, если вы не дали угощения, то он может съесть ваших членов семьи или там что-то, ну, в общем. Поэтому вы верите в то, что нужно обязательно хороший стол приготовить. Очень много еды разных, утка, курица, баранина. И еще вы верите в то, что если... то есть я слышала, когда один раз этот дух зашел в чей-то дом, девочка одела красную одежду, и этот дух испугался и убежал. И с тех пор вы начали верить в то, что если будет у вас на входе, ну, то есть вы поэтому вешаете красные фонари, вот эти красные чун-ля... Чун-ля, да. Чун-ля, да. Вы верите в то, что это отпугнет духов. Вот, это очень интересно. А вы заметили какие-нибудь изменения в способах празднования Нового года китайского? Ну, да, я думаю, раньше были красные конверты, деньги там внутри. Вот такие, да. А сейчас, да, все дарят по Вичату, естественно, потому что это удобно. Еще есть программа, ну, у вас, которая... Она, Галаконцерт. Галаконцерт, да. Да. И очень много людей раньше на телевизоре смотрела, а сейчас все смотрят по телефону. Я также участвовала на одной передаче, Куанье. Было очень, очень много эмоций, потому что это был огромный стадион, это было в Хайкоу, и было, по-моему, 40 тысяч людей. То есть там люди смотрят с телефонов, они пишут комментарии, то есть одна... то есть когда идет трансляция, одновременно. И могут дарить подарки туда также, вот. То есть на экране сразу же? Да, да, да. То есть мне было очень интересно посмотреть, что про меня пишут, потому что, да, это интересно. Это первый раз вы там? Да, я первый раз. На такой сцене выступала? На такой сцене первый раз выступала, и это было вообще незабываемо. В конце нашей программы можно попросить вас спеть песню для наших зрителей? Хорошо. Спасибо, Екатерина. Спасибо вам большое за прекрасную песню. Дорогие друзья, на этом наша программа и заканчивается. Спасибо, что были с нами. Чу дай дя. Чунде кай ле. Чунде кай ле.